Насколько готовы наши военные в случае необходимости оперативно действовать? В ближайшие дни должны будут показать служащие Южного военного округа. Сегодня на рассвете подразделения ВДВ Морпехи, Черноморского флота и Каспийской флотилии были подняты по тревоге. Объявлена внезапная проверка боеготовности. Отработать их совместные действия есть главная задача и речь, конечно, не только о предполагаемом противнике. Этим противником вполне может оказаться стихийное бедствие или, например, техногенная катастрофа. Иван Прозоров об участниках этих масштабных маневров. Экипаж малого ракетного корабля «Серпухов» впервые поднят по боевой тревоге. На вооружение Черноморского флота «Серпухов» поступил в ноябре прошлого года. Из-за особой конструкции корпуса и специального поглощающего покрытия его называют кораблем-невидимкой. Благодаря так называемой стелс-технологии на экране радаров его трудно отличить от рыболовецкого судна или крупной яхты. При этом на борту грозное оружие, высокоточный ракетный комплекс «Калибр», впервые показавший себя в октябре прошлого года. Тогда с расстояния в полторы тысячи километров по объектам боевиков в Сирии точные удары нанесли корабли Каспийской флотилии. Они тоже задействованы в нынешних маневрах. Десятки судов, самолетов военной авиации, тысячи морских пехотинцев. Рота подъем! Тревога! Тревога! В Адыгее на выполнение боевой задачи выдвинулась мотострелковая бригада. Проверка в Южном военном округе началась в 5 утра по московскому времени, когда поступил приказ от Верховного главнокомандующего. Командиры частей получили секретные пакеты с указанием назначенных районов. Войска получают боевые задания на незнакомых полигонах, вдалеке от мест постоянной дислокации, чтобы действовать не по шаблону, а отрабатывать нестандартные ситуации. Как говорят военные, условия максимально приближены к боевым. В ходе проверки требуется оценить степень готовности Южного военного округа к реагированию на кризисные ситуации различного характера. Необходимо отработать весь спектр задач, решаемых органами управления и войсками, в том числе по борьбе с террористическими угрозами, ликвидацией последствий природных и техногенных катастроф. Оцелить маневренные возможности соединений в ходе совершения маршей при создании группировок войск. Особая роль у связистов Центрального военного округа, которые задействуют систему управления войсками. Они разворачивают полевые и мобильные пункты, позволяющие управлять и координировать действия практически в любых условиях. Эти связующие звенья огромного оборонного механизма военные намерены проверить особенно тщательно. Батальон получил задачу совершить марш, выдвинуться в район применения и обеспечить управление военным округом всеми видами связи в восстановленные сроки. Как сообщили в Минобороны, позже будет проведена способность оперативной переброски различных воинских частей на расстояние более 3000 километров. По железной дороге, по морю, самолетами и вертолетами военно-транспортной авиации. Они будут задействованы и для высадки десанта. А боевые воздушные звенья и силы ПВО будут отрабатывать отражение ударов с неба и защиту важных военных и государственных объектов. Главнокомандующий Воздушно-космическими силами геополковнику Бондареву осуществить руководство проверкой 4-й армии ВВС и ПВО, контроль отработки вопросов перебазирования авиации, отражения и нанесения массированных авиационных ударов. Организовать подготовку полигонов для выполнения авиации практического бомбометания, оценить обучаемых по результатам выполнения учебно-боевых задач в ходе учения. Маневры должны показать уровень квалификации личного состава, техническую готовность, а также укомплектованность боевых соединений. Экзамен этот сдают все, от рядовых до генералов. Об этой внезапной комплексной проверке боевой готовности войск Сергей Шойгу поручил проинформировать иностранных военных атташе. Иван Прозоров, Антон Чуковский, Александр Коронастаев, Первый канал.